Грипп на подходе. Эпидемия захватила соседнюю Адыгею и Ростовскую область. Жители Краснодара вооружаются, скупая противовирусные средства. А стоит ли? Власти Кубани спасают малый бизнес. 500 миллионов рублей субсидии от государства должны помочь справиться с проблемами. Лучший и давно заработанный подарок. Сотрудникам Краснодарского завода Седин выплатили всю просроченную задолженность по зарплате. Она исчислялась десятками миллионов рублей. Яркое и светлое событие недели. Православные христиане отметили крещение Господне. Сколько горожан решились окунуться в ледяную воду? Здравствуйте. Итоговый выпуск на телеканале Краснодар. В студии Анастасия Лисова. И прямо сейчас расскажем, чем запомнилась уходящая неделя нашей редакции. В десятках регионов России зафиксировано рост заболеваемости гриппами ОРВИ. По данным НИИ Гриппа, на уходящей неделе педпорог уже превышен в 59 городах. При этом вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в целом ситуация в стране благополучная. В соседней с Кубанью Адыгей введен карантин. О превышении педпорога заявили и в Ростове-на-Дону. Наплыв пациентов отметили на этой неделе и в краснодарских поликлиниках и больницах. Но Роспотребнадзоры медики заверяют, что заболеваемость ОРВИ соответствует среднему уровню за несколько лет, а эпидпорог по гриппу не превышен. В нашем регионе рост заболеваемости медикам удается сдерживать во многом благодаря профилактике. О работе врачей на предупреждение в нашем материале. Мандарины – это не только запах Нового года. В краснодарских школах во время зимнего обострения простуды они выполняют важную миссию – витаминизацию. Повышенное содержание витамина С и калия – это профилактика вирусных инфекций. Поэтому зимой в ежедневный рацион школьниках добавляют фрукты. Наравне с мандаринами за повышение иммунитета борются яблоки, апельсины, зелень. А еще витамин С повара добавляют в компоты. Сейчас сезон эпидемии, и наши дети получают витаминизацию. Витаминизация происходит третьих блюд, то есть компотов, которые готовят школьные повара. В том, что в школах проводят профилактику вирусных инфекций, убедились сегодня вице-мэр Татьяна Синюгина и руководитель департамента образования Алексей Некрасов. Они посетили несколько учебных заведений. К примеру, в 78-й школе на Ростовской ученики приходят на уроки с бижутерией, а жерелья на детях чесночные. Фитонциды, которые выделяют чеснок, почти не оставляют шанса инфекции. Для усиления эффекта уроки стартуют с укрепляющей зарядки. Во всех школах кабинеты проветривают каждую перемену, а парты и дверные ручки обрабатывают дезраствором. А в 71-й школе для борьбы с вирусами дети создали так называемые санитарные дружины. Санитарные дружины созданы детьми, которые следят за тем, чтобы руки мылись тщательно перед едой, на переменах, которые отстраняют и приводят детей, заболевших в кабинет медработника. Ребенку с подозрением на вирусную инфекцию педиатр измерит температуру бесконтактным градусником, осмотрит горло и, если опасения подтвердятся, позвонит родителям. Врач не отпустит ребенка, пока за ним не придут. Максимальная изоляция больного от здоровых, пожалуй, самое главное условие профилактики. В этом убеждены медики 25-й поликлиники в юбилейном микрорайоне. Пациенты температурящие обслуживаются в определенном окошке регистратуры определенным регистратором. Они получают там сразу масочку для того, чтобы изолировать их от других пациентов, пришедших на прием к терапевту. И идут на прием к врачу-инфекционисту, к врачу-пульмонологу и к дежурному врачу. Все эти три специалиста, кабинеты их располагаются на первом этаже, и поэтому контакт больного пациента со здоровыми заведомо, так сказать, исключен. Для того, чтобы снизить риски заражения, персонал регистратуры еще на уровне телефонного разговора выясняет жалобы пациента. Если температура повышена, да еще держится больше двух суток, предлагает вызвать врача на дом, а не приходить в поликлинику. Профилактику роста заболеваемости здесь также дополняют информационными роликами. Их в режиме нон-стоп крутят в коридорах, а еще листовками, которые врачи раскладывают в почтовые ящики на своих участках. Знать, как защитить себя и своих близких, должен каждый. Я стараюсь поднимать иммунитет более народными средствами, употреблять витамины в большей степени, либо также пропиваю витамины, ну, также пользуюсь аксалиновой мазью. К слову, первые результаты работы медиков на предупреждение есть. К концу недели обращаемость в 25-ю поликлинику пациентов с температурой пошла на понижение. По сравнению с минувшими выходными, почти в два раза. Наталья Ястребова, Анна Федорова, Олег Поддубный, Юрий Клочинов, телекомпания «Краснодар». С прилавков аптек исчезли противовирусные лекарства, профилактические мази и медицинские маски. Дефицит наблюдается во многих регионах страны. Самые обсуждаемые темы на протяжении последней недели – грипп и недостаток лекарств. Во всемирной паутине начинается настоящая паника, которая усугубляет отсутствие некоторых препаратов. Анастасия Дешина проанализировала сложившуюся ситуацию. С прошлой недели, у нас, например, с пятницы, в понедельник последний раз продали. Заказаны, но поставщик обещает, но пока нет в наличии. Поставщиков много. Ни одного сейчас нет в наличии масок. Ни детских, ни взрослых. Детские, ну, вчера последний раз продал. Был запас. Да мы заказываем каждый день. Вот стараемся хоть где-то, хоть что-то. Вот у кого там, кто нам выделит из поставщиков. А к солиновой, ну, к солиновой когда? К солиновой даже нигде, никто не предлагает. Говорить о том, что в аптеках совсем нет лекарств, нельзя. На прилавках немало аналогов тех препаратов, на которые жители города практически открыли охоту. О каждом из них провизоры рассказывают и предлагают купить. Но люди упорно требуют оксолиновую мазь и медицинские маски, как будто именно они панацеи от болезни. Ни оксолиновая мазь, так как это очень устаревший препарат, ни маски. Это не является профилактикой гриппа или ОРВИ. Во-первых, маски нужно менять каждые два часа. Этого не делает никто. Люди покупают одну маску и ходят в ней целый день. Это неправильно. Аптеки города обеспечены лекарственными препаратами, которые можно пить с целью профилактики. За разъяснением мы попытались обратиться к экспертам. Специалисты управления муниципальных аптек сейчас очень заняты. Они ищут возможность восполнить дефицит. Поэтому встретиться с нами не смогли. Но уверили, что все необходимые препараты в ассортименте есть. А то, чего пока нет, доставят в ближайшее время. Поставка препаратов связана с логистической цепочкой. Производитель, дистрибьютор, крупный опт, аптека, а потом покупатель. Поэтому, когда наблюдаются пики спроса, возникают некоторые паузы для того, чтобы обеспечить вот эту логистическую поставку. В настоящее время задержки в препаратах могут быть 2-3 дня. Транспортные компании просто не смогли обеспечить вот эти сроки поставки, поскольку замело дороги. Как утверждают специалисты, уже сегодня бестселлеры аптечной торговли вновь появятся на прилавках. Однако просят, чтобы жители города не поддавались панике и прислушивались к советам провизоров. Ведь любой отсутствующий препарат можно заменить аналогом, который поможет ничуть не хуже. Анастасия Дешина, Дмитрий Забилин и Наталья Пилипко. Телекомпания «Краснодар». О ситуации вокруг заболеваемости гриппом говорили в мэрии на аппаратном совещании. Рост обращений к врачам в конце января – тенденция стандартная и ежегодная, отмечают специалисты. В это время года простудиться несложно. Что же касается гриппа, то по данным Краевого Роспотребнадзора, эпидемиологический порог в Краснодаре не превышен. Но ситуацию необходимо держать под особым контролем, отметил Владимир Явланов. «Обратите внимание на порог возможностей скорой помощи автомобилей. Может быть, особенно для детей сейчас, поскольку это только начало, ситуация будет по всей видимости ухудшаться состоянием заболевания, гриппом, может быть, нам придется привлечь какое-то дополнительное количество транспорта легкового, всякого, который можно будет использовать для подкрепления возможностей скорой помощи». В связи с наплывом пациентов в поликлинике детские и взрослые выходные дни продлили свою работу до 18 часов до особого распоряжения. На базе первой детской городской больницы открыты круглосуточные консультации и амбулаторный прием. Ребенка не только осмотрит педиатр. Здесь можно сделать рентген и сдать анализы. В больницах просят ограничить посещение пациентов. Медики еще раз напоминают, при первых признаках недомогания не надо заниматься самодиагностикой и самолечением. Лучше обратиться за помощью к врачам. И к другим темам. Работникам Краснодарского завода Седин выплатили всю просроченную задолженность по заработной плате. Сумма составила более 34 миллионов рублей. Напомню, что сотрудники этого предприятия больше года не получали зарплату. В ноябре они встретились с главой края Вениамином Кондратьевым. Тогда губернатор поручил разобраться в ситуации. В начале декабря прошлого года было совещание под председательством Вениамовича Кондратьева, где была четко поставлена задача обеспечить график погашения задолженности перед всеми работниками группы компании Седин. В соответствии с поручением была разработана дорожная карта. И совместно с администрацией города Краснодара мы реализовали эту дорожную карту, в связи которой вся задолженность была погашена. Для решения вопроса была создана специальная рабочая группа. Проведены переговоры с владельцами предприятия. Обсуждались погашения задолженности и продажи непрофильных активов. Выплаты по зарплате для сотрудников завода стали практически новогодним подарком. Мы получили 30-31 числа, там было два транша, заработную плату. И она у нас задолженность была с октября прошлого года. Люди взяли много кредитов, должны были многим. А перед Новым годом такой сообразный новогодний подарок произошел. Конечно, люди порадовались. Но теперь вот именно о возрождении идет речь, что будет дальше с заводом. Сейчас решается вопрос по сохранению предприятия. Как отметил Сергей Алтухов, на следующей неделе планируется встреча руководства завода с потенциальными инвесторами. Со своей стороны, край намерен и дальше предпринимать усилия, чтобы сохранить отрасль станкостроения, сберечь собственность завода и штат работников. Также отмечу, что в Краснодарском крае долг по зарплате за последние два месяца снизился в пять раз. И сейчас он составляет 7 миллионов рублей. Спасти малый бизнес в Краснодарском крае на поддержку предпринимателей в этом году направят почти 500 миллионов рублей. Об этом стало известно за круглым столом во время встречи губернатора с бизнесменами. В регионе также планируют добавить новые субсидии, в том числе отдельно для ремесленников. После общения с бизнесменами Вениамин Кондратьев оценил новое здание Центра поддержки предпринимателей. Мои коллеги с подробностями. Просторный светлый зал с видом на реку, обходительные девушки-консультанты. Здесь все располагает к спокойствию. Излишняя суета мешает бизнесу, особенно тем, кто только решился его открыть. В новом здании Центра поддержки предпринимателей готовится к наплыву посетителей. Уже сейчас популярностью пользуется антикризисный консалтинг. Из пакета документов всего требуется принести копию двух свидетельств. Копия свидетельства о регистрации, так называемой ОГРЭ, и копия свидетельства о постановке налоговой на учет. Копия свидетельства ИНН. От оптимизации налогов до эффективной рекламной кампании все консультации совершенно бесплатны. Кроме устной помощи здесь, к примеру, могут разработать концепцию нового бренда или составить бизнес-план. Только на такой услуге предприниматели сэкономят как минимум 50 тысяч рублей. В Центре поддержки предпринимателей заработал и первый в крае отдел МФЦ только для бизнесменов. В одном окне можно получить больше 70 услуг, в том числе зарегистрировать юридическое лицо или подать заявку на получение субсидии. Как это работает, показывают Вениамину Кондратьеву. Через компьютер заполняется анкета, а потом бизнесмен приносит часть документов. Остальную могут собрать сотрудники многофункционального центра. Это экономит время и деньги на пошлине. Для максимального эффекта губернатор предлагает МФЦ не только быть посредником между ведомствами и предпринимателями, но и следить за всем процессом оказания услуги. Мне очень важно, чтобы вы были синхронизированы. То есть ваша первая стадия была синхронизирована с последней стадией. Человек ушел уже не с уведомлением, что у него приняли документы и отправили, а с решением. Вот в этом случае, каким образом нам все это привести к одному знаменателю, к одному циклу, где любой предприниматель будет реально утворен решением. Доволен ли малый и средний бизнес сейчас, говорили уже за круглым столом. Честно говоря, я спросила, что можно говорить, а что нет. Мне сказали, можно и все. Глаза в глаза предприниматели рассказывают губернатору о своих проблемах. Высокими ставками по кредитам уже никого не удивишь. Елена Береговая, которая занимается производством трикотажа, рассказывает о том, как из-за долга компании в 20 копеек в фонде микрофинансирования ей отказали в выдаче очередного займа. Там минус 20 копеек было. Мы оплатили. Но в течение 10 дней я ходила на Оговую, там не могли снять. Эти 20 копеек не сняли. Я обратилась, давайте мы сейчас отдадим документы. У нас все есть. Тем более мы досрочно погасили этот миллион в течение 2015 года. Мы его донесем. Нам сказали, вы знаете, нет, даже если минус 10 копеек будет, то есть я так и не получила. Ну 20 копеек, это же не так. В ручном режиме, вот в этом случае, если мы не будем в ручном режиме делать, то нас это точно никто не сделает. А проиграют они. Вот она правильно говорит, она барахтается, барахтается. И один раз господдержка ее спасла, а вот второй раз почему-то мимо проплыла. Бюрократическая машина, как ни пытаются ее остановить, иногда катком проходится по малому бизнесу. Вопросом Российского союза промышленников и предпринимателей, половина частников боятся, что их будут кошмарить. Если примести пример получения разрешения на строительство, то у нас до 2018 года мы должны проходить этот путь не более 11 дней. На сегодняшний день у нас есть прохождение в крае порядка 140 один день. Вот эти барьеры, которые административные, безусловно, давайте вместе их ломать. Только вместе мы можем поломать любые административные барьеры. Я принципиально настроен не просто их поломать, а их снести. Тут же Венемину Кондратьеву предлагают варианты, как в нынешних условиях начинающим бизнесменам встать на ноги. Я просто к чему говорю? Я не о себе еще говорю. Я просто о том, что когда кто-то становится на выпуск новой продукции, ему нужно поддержать для того, чтобы ее провести хотя бы в жизнь. И для этого госзакупка какая-то была бы, она бы уже дала бы деньги. Я согласен. Если мы вас будем закупать, нам уже выгоднее. И вы будете с зарплатами, и мы с налогами. Понимаете, как бы вы с прибылью. К 2018 году доля малого и среднего бизнеса в госзакупках должна увеличиться до 25%. Но не стоит забывать платить по этим контрактам, напоминает Вениамин Кондратьев. За прошлый год по государственным заказам висит долг в 1 миллиард рублей. Деньги кубанские бизнесмены получат не только по выплатам за долги, но и в рамках новых субсидий. Речь идет о компенсации части затрат предпринимателям, которые оказывают услуги дошкольным учреждениям. Также на поддержку смогут рассчитывать и ремесленники. В этом году на развитие малого и среднего бизнеса в регионе направят 470 миллионов рублей. И объем важен в господдержке, но и эффективность. Это очень важно. Деньги не просто должны быть розданы, они должны быть эффективно использованы. Господдержка – это деньги, в первую очередь, не наши, они государственные, но это деньги и налогоплательщики. Поэтому просто так им распоряжаться ни в коем случае в никуда не пойдет. Каждый вложенный рубль из бюджета должен возвращаться как минимум двумя рублями. Ну, хотя бы возвращаться. За круглым столом прозвучало и то, что теперь все мы живем в новой реальности. И не стоит ждать, пока поднимется цена на нефть. А в таких условиях экономика региона зависит от того, как работает малый и средний бизнес. Для Краинвестбанка удалось найти нового инвестора. Им стал Российский национальный коммерческий банк. В четверг с его руководством встретился глава региона Вениамин Кондратьев. В последнее время из-за трудностей в экономике бюджет региона не может позволить вкладывать дополнительные средства на развитие банка. Именно поэтому был необходим инвестор, обозначил ситуацию губернатор. И добавил, что Краю сегодня важно иметь сильный региональный банк. В первую очередь для поддержки аграрного сектора экономики, а также малого и среднего бизнеса. Создавать с Российским национальным коммерческим банком вместе делать экономику нашего региона. Это очень важно. Тему вчера и президент России Владимир Владимирович на встрече с опорой России поднимал средний и малый бизнес, который сегодня, по большому счету, без лишнего преувеличения является где-то локомотивом нашей экономики. От нашей совместной работы я ожидаю новые подходы в кредитовании малого и среднего бизнеса. Поддержка стартапов, проектное финансирование. Очень много вот тех вопросов, которые сегодня не находят разрешения в существующей банковской системе нашего региона. Ведь они сегодня ходят по банкам и ничего не получают. Если мы не ставим условия для того, чтобы малый и средний бизнес зарабатывал, они зарабатывать не смогут. Поэтому нам необходимо сегодня рассматривать проблемы с точки зрения реальной помощи малому и среднему бизнесу. И здесь просто нужен ручной подход. Евгений Владимирович, мы, безусловно, разделяем ваше мнение. И одновременно банк работает в федеральном округе с привлечением господдержки. И у нас уже есть сделки, которые прошли, и сделки, которые на рассмотрении с такой поддержкой. Одновременно мы имели опыт общения и с агентством кредитных гарантий, и с корпорацией. Мы в текущем состоянии, когда мы предлагали те предложения, которые способствуют прохождению кредитования малого бизнеса с господдержкой. Коллеги нас слышали и принимали активное участие. Мы готовы включаться в работу, безусловно, вместе с вами. Обсудили на встрече льготную ипотеку для молодых специалистов. Вениамин Кондратьев выразил надежду, что Крайинвестбанк продолжит участвовать в социальных программах региона. Льготное сегодня ипотечное кредитование – это проблема очень большая. Особенно льготное ипотечное кредитование для тех специальностей, для тех молодых специалистов, которые очень сильно сегодня нужны на селе. Это и медики, и молодые преподаватели. Они должны на нашем селе остаться. Но для этого должны иметь возможность, а мы дать им эту возможность, чтобы хотя бы жилье у них было, чтобы своя крыша была над головой. Поэтому я очень надеюсь на льготное ипотечное кредитование для молодых специалистов. Крайинвестбанк сегодня входит в число крупных банков страны. В нем обслуживаются более 400 тысяч человек. Кроме того, тысячи организаций заключили с банком соглашение о зачислении зарплат своим сотрудникам. При этом большинство из них – бюджетные предприятия. Сейчас прервемся на рекламу. Она долгой не будет. И смотрите далее в выпуске. Льготы вернули. Пенсионеры получат скидку на проезд в общественном транспорте. Кто сможет ей воспользоваться? Возродить поселок на сходе в Учхозе. Всем миром решали, как выйти на новый уровень. Владимир Явланов проследил, насколько выполняются указы президента. Когда кажется, что жизнь кончилась, или танец как спасение, участники популярного шоу «Танцы» научат, как жить по-новому, детей с ограниченными возможностями. Проект закона о льготах на проезд для пенсионеров подписал в четверг Вениамин Кондратьев. Речь в документе идет о том, чтобы предоставить справа на такой проезд пожилым людям, чей месячный доход не превышает 15 тысяч рублей. Кроме того, пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, а также инвалиды первой группы, будут получать льготу независимо от своего достатка. Также будет возвращен единый проездной билет. Законопроект уже передан в законодательное собрание края. Депутаты рассмотрят его на сессии 27 января. Напомню, решение о внесении изменений было принято губернаторам в понедельник на встрече с инициативной группой пенсионеров. В первом отделении учхоза Кубань появился свой сквер Кленовой. Зеленые зоны и стадион в прошлом году отвоевали у застройщиков. В поселке на сходе граждан с главой Краснодара подвели итоги совместной работы и определили планы на перспективу о детских садах, тротуарах и стратегии президента Наталья Ястребова. В поселке рядом с учхозом Кубань проживают больше трех тысяч краснодарцев. Последняя такая встреча местных активистов с главой города была почти год назад. За это время ряд острых вопросов, озвученных на сходе, удалось снять. Настораживала жителей, к примеру, эта стройплощадка рядом со сквером. Забор появился на территории, которая по генплану относится к рекреационной зоне. В администрации города уже принято решение о замене участка для арендатора. Строиться в зеленой зоне намеревался и юридический институт. С ним уже есть договоренность о возврате участка. А стадион, который зарастал бурьяном, взят под опеку. Посмотрим в футбольное поле. Что можно сделать к весне? Тоже, может быть, саккумулировать средства депутатов, которые выделены по наказам избирателей. И за счет хотя бы части этих средств сделать какие-то благоустроительные мероприятия, может быть, какие-то элементы установить на футбольном поле, чтобы дети нормально занимались. Самое главное, что и стадион, и на сегодняшний день парк или сквер, они отнесены уже земле поселковой с тем, что они сегодня являются местом общего пользования. И застройки эти территории не подлежат. Восстановленный в своих правах сквер Клиновый в минувшем году преобразился. Здесь установили лавочки, обустроили пешеходные дорожки и детскую площадку. Есть чем гордиться улице Советская. Отремонтирована дорога и тротуары. А вот к школе с комфортом не пройдешь, жалуются участники схода. Со стороны улицы Калинина ученики шагают за знаниями по проезжей части. Как оказалось, этот вопрос на стадии решения. Тротуар подведет один из местных застройщиков. Договорились о том, что с наступлением погодных условий они присутят строительство тротуара до улицы Калинина, до первой школы. И естественно, что и здесь это пройдет. И я думаю, что нам нужно взять на особый контроль и сопровождение решения этого вопроса. Саму школу тоже ждут перемены в планах благоустройства, ремонт беговых дорожек и баскетбольной площадки. Местное казачество на сходе просит восстановить школьный тир. Внимание, мы рассмотрим ситуацию. Кстати, любую подготовку до этого восстановления мы в принципе можем проводить и из воздушных ружей, и даже в классе, или в соответствующем оборудовании, которое мы приобретем в том числе. То есть мы не оставим этот вопрос без внимания. Еще одна боль жителей пригорода – детский сад. Четыре года назад его закрыли как аварийный. Здание должны снести и выстроить новое на 120 мест. Но по нормативам, которые действуют сегодня, сама территория для этого уже маловато. Чтобы выйти из положения, рассказал Алексей Некрасов, границы детского сада увеличивают. Сейчас идет оформление дополнительного участка. Владимир Явланов поручил ускорить решение земельного вопроса. Учитывая уже длительность того, что здесь детский сад стоит долго, давайте будем в этом году бороться за то, чтобы получить возможность к началу строительства здесь детского сада. Земельные вопросы на сегодняшний день у нас решаются. Фактически решены. Но мы могли идти фактически окончательно. Поэтому мы могли сделать заявку соответствующую и приступить к строительству. О наболевшем участники схода беседовали почти два часа. От коммунальных проблем локального характера разговор стремился к политическим сверхзадачам. Владимир Владимирович Путин ставит вопрос перед страной, что не надо ездить за границу покупать что-то, а надо свое здесь выращивать. Почему не возродить и почему здесь не выращивать огурец, а где-то брать турецкий или еще где-то в другом месте. О выполнении наказов президента подкованным горожанам рапортовал директор Учхоза Кубань. В минувшем году в пригороде дополнительно высадили 2 гектара клубники и порядка 30 лука и томатов. Так что будет Краснодар с помидорами. В целом разговор состоялся полезный, резюмировали жители поселка. У нас очень много вопросов задавались именно по зеленой зоне, по стадиону. Это наболевшее все. И решение в принципе нас устраивает, какие администрации города предлагают, как это все порешать. Это в принципе все приемлемо и все очень хорошо. Сквер сделали, дороги сделали. Ну еще бы вот нам деток чем-нибудь бы занять. Вот это самый главный вопрос. А так неплохо. Клубную жизнь на сходе решено наладить в помещении местного рэпа. Старый дом культуры в поселке снесли лет 15 назад. Зал, в котором проходила встреча, отремонтируют и адаптируют для культурного досуга. Наталья Ястребова, Олег Поддубный, Евгений Валитов и Юрий Клочинов. Телекомпания «Краснодар». Остановки общественного транспорта приведут в порядок в Краснодаре. Это поручение дал Владимир Явланов на заседании штаба по благоустройству, которое на этой неделе прошло в администрации Центрального округа. Глава города обратил внимание чиновников и коммунальщиков на состояние остановочных павильонов Центральной части. Большинство из них пестрят объявлениями и граффити, а там, где объявления сорвали, остались корешки и фрагменты бумаги, которые портят внешний вид остановок. Налицо недоработка сотрудников коммерческих компаний, которые взяли остановки в аренду и разместили там свои торговые точки. Мэр города распорядился исправить ситуацию в кратчайший срок. Давайте их собирать, ставить перед ними условия необходимые. В том числе и трамвайно-троллейбусное предприятие, которое за трамвайные остановки несет ответственность. Особенно по улице Ставропольской, которая выглядит просто сегодня плохо, мягко говоря. Все надо оттирать, отмывать, приводить в надлежащий вид. Убирать наклеенные объявления, отмывать места, где эти наклейки испортили облик и приводить все в порядок. Причем не силами работников наших подрядных организаций, а надо, чтобы постарались в этом деле те, кого мы закрепляли за этими остановками. Также Владимир Явланов заявил, что необходимо продолжать устанавливать электронное табло с расписанием общественного транспорта. Эта работа будет производиться за счет арендаторов остановочных павильонов. Подвели на заседание итоги работы штаба Центрального округа. За полтора месяца было снято около двух сотен рекламных баннеров, которые не соответствовали требованиям. Собственникам магазинов и офисов выдано около тысячи предписаний по поводу состояния фасадов. Меры принесли плоды. Проблемный перекресток Горького и Дмитриевской дамбы изменился. Местные предприниматели сняли незаконную рекламу, поменяли кровлю, обновили фасады. Большая часть торговых точек оформлена в едином стиле. Остальные работы завершат все необходимые работы как можно оперативнее. Так распорядился Владимир Явланов. Жители бульвара «Интернациональный» нуждаются в канализации и асфальтовой дороге. За долгие годы их отсутствие здесь появилась особая мода. В дождливую погоду надевать на обувь полиэтиленовые пакеты. Но, похоже, она скоро пройдет. Вопрос подняли на личном приеме у главы города. Какие еще проблемы горожане обсудили с Владимиром Явлановым, расскажет Дарья Безинская. Это бульвар «Интернациональный». Однако желающих по нему прогуляться среди горожан почти нет. Особенно в дождь, когда гравийную дорогу заливают широкие лужи. Местные жители устали терпеть неудобства и обратились за помощью к градоначальнику. На личный прием к Владимиру Явланову пришел активист Валерий Коновалов. Детей водим следующим образом в садики и в школы. Одевают кульки, потом кульки снимают, в автобус сажают. Местные жители ждут, когда проложат фекальную канализацию. Только после этого можно будет заасфальтировать дорогу и оборудовать тротуары. Проект трубопровода жители интернационального сделали за свой счет. Он уже прошел госэкспертизу. Теперь нужны средства для реализации. Владимир Явланов поручил специалистам Департамента строительства отправить заявку на финансирование работ по строительству канализации в Краевую администрацию. Мы сейчас делаем новые запросы в Краевую администрацию в части нашего участия в федеральных и региональных программах. В частности, есть программа развития жилищно-коммунального хозяйства на 2016 год. Мы еще раз давайте сделаем заявку в этой части. Результаты запроса будут известны в марте, объясняет глава города. Также на прием к Владимиру Явланову пришла Юлия Чупцова. Она встала в очередь на получение земельного участка для многодетных семей еще в сентябре прошлого года. И сейчас она хотела бы знать, когда и где начнут выделять участки для многодетных. Сказали, что в этом году, в прошлом, землю не будут выдавать уже. Но я позвонила спросить, когда намечаются участки выдавать многодетные. Владимир Явланов объясняет, в ближайшее время начнется распределение земли в районе Знаменского. Там будут выделены 628 участков. Но так как Юлия Чупцова 696-я по списку, придется подождать до следующего распределения. Его планируют на второе полугодие 2016-го. Мэр дал поручение начальнику управления городских земель взять на контроль ситуацию с очередью и вовремя проинформировать многодетную мать. В случае, если получится какая-то оказия, кто-то откажется и будет такая возможность, значит, на вас выйдут. В то же время, в течение ближайшего времени, ближайшего месяца, вас проинформируют, какой следующий участок будет определяться подразвитие. В общей сложности на прием по личным вопросам к Владимиру Явланову пришли 10 человек. Они просили помощи и консультации по приватизации технических помещений, продлении аренды земли под магазин и оформлении гаражей. По всем вопросам глава Краснодара дал поручение специалистам городских управлений. В начале недели христиане отметили крещение Господне. Во вторник тысячи горожан собрались у Иордании и совершили омовение. Между тем, священнослужители отмечают, купание не является обязательным, это дело добровольное. Для многих оно стало традицией. По всей Кубани участие в церковных мероприятиях приняли более 100 тысяч человек. С размахом праздновали крещение и в кубанской столице. На территории Краснодара находятся 39 храмов. О тех, кто осуществил свое намерение и о том, как отметили православный праздник горожане, расскажет Анастасия Дешина. Крещением Господним обязательно в храм зайти, помолиться за нас, за наших близких. Это крещенский сочельник. Говорят, уже до полуночи любая пресная вода обладает чудодейственными свойствами. Но перед тем, как совершить омовение, отец Сергий Лопасов благословляет свою паству. И только потом люди отправляются в воду. Здоровый вам теле, здоровый дух и святая вода. Хорошо-то как? Вообще. Вода холодная, заболеть я не боюсь. Никаких требований от православной церкви, что вы обязаны окунаться, их нет. Поэтому у кого есть ограничения по здоровью, у кого есть ограничения по каким-то, ну, знаете, немощам таким, связанным с физикой, да, или, например, они не готовы внутренне, да, ничего в этом страшного нет. Мы призываем прийти на службу, разделить с нами молитву вместе в храме Божьем, а здесь уже по желанию. Из желающих оказалось более двух тысяч человек. Свои двери в этот день открыли все храмы города. А вот специально оборудованных мест для омовения в Краснодаре было десять. Большинство из них на берегу главной реки региона, в русле Старой Кубани, на берегу водохранилища в станице Старокорсунской. Но и отсутствие естественного водоема не стало поводом отказываться от традиции. Вот так решили выйти из положения в храме при первой городской больнице. Водоем организовали сами в надувном бассейне. Только прихожан попросили в него не окунаться. Все омовения позже, на берегу Кубани. Здесь же батюшка верующих благословил и окропил святой водой. Под брызги старались попасть и Стар, и Млад, а после забрать частицу чудодейственной влаги с собой. Почти все прихожане с бутылками и бидонами. Святая вода должна быть в каждом доме, считают православные. Хрещенская вода, она святая. Мы освящаем воду ей. Праздник всего, что есть на свете. Но сначала во всех храмах прошла торжественная служба. После нее причастие, к которому, как говорят священнослужители, прихожане должны были подготовиться. Паститься в течение нескольких дней, а главное – смирить дух и молиться. Уже после все желающие отправились крестным ходом на берег Кубани. Здесь настоятель церкви провел молебен, а потом осветил воду для омовения. Для Ивана Немченко крещенские купания – традиция. Этот обряд он соблюдает уже шесть лет. Сегодня на берег Кубани пришел вместе с другом. Иван впервые окунулся еще на родине, в Барнауле. В тот день, вспоминает, температура была минус 42 градуса. Во время дебюта не обошлось без казусов. Признается, тогда подвела обувь. Я тогда, наверное, сплоховал, одел тапки. Когда выходишь из проруби в тапках, наступаешь на ступеньку, и они отрываются сразу. Они остаются на ступеньках. А здесь благо, конечно, что с не купаться. Слава Богу, что такая погода. Конечно, людям советую, всем без каких-то экстремальных своих намерений. Не стоит этого делать, только, наверное, во имя православной веры нашей. Испытать себя или очистить душу – мотивы у тех, кто пришел к воде, несмотря на холод и срывающийся снег, были разные. Но все – они едины в одном. Никто на воду не жаловался. Бодрящийся! Как-то по-другому себя чувствуешь потом. Преодолеваешь себя в какой-то степени. Думаю, и так, и так, есть и сакральный смысл, и такое чисто физически. А чтобы прихожане не заболели, после непростого испытания в храме Рождества Христова организовали горячее питание. Тех, кто замерз, пригласили погреться у костра, еще отведать храмовой каши с мясом и травяного чая. Ведь в великий праздник отступить от аскетичного меню не только можно, но и нужно. Анастасия Дешина, Анна Федорова, Кристина Носова, Никита Пустотин, Евгений Гирник, Евгений Валитов и Наталья Пилипко. Телекомпания «Краснодар». Не сдаваться и жить пританцовывая. Участники телевизионного шоу «Танцы» намерены открыть в Краснодаре школу танцев для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Краевом центре Евгения и Дарья Смирнова провели мастер-классы для краснодарских школьников. Как это было, расскажет Наталья Ястребова. За каждым из этих танцев своя история преодоления. Они не стесняясь выходят на сцену, демонстрируют гармонию движений и, казалось бы, запредельные возможности. На танцполе межшкольного эстетического центра «Тот самый рыжий» историю сочинского парня страна узнала благодаря телевизионному танцевальному шоу. С девятого класса Евгений Смирнов буквально жил танцами. В 25 лет он, чемпион страны по брейк-денсу, попал в ДТП. Водитель тогда с места происшествия скрылся, не оказав помощь. Из-за гангрены ногу пришлось ампутировать выше колена. Свою историю он рассказывает краснодарским школьникам. Уже после аварии занялся греблей и даже начал завоевывать призовые места на соревнованиях байдарочников. Это была первая победа, и тут он вспомнил свою мечту. Танцпол и миллионы зрителей. Вместе с подругой, хореографом, однофамилицей Дарьей, он пришел на кастинг и, между прочим, сообщил ошарашенному жюри, что покажет парочку стилей. У нас парочку стилей. Парочку стилей? Да. Что говорить? Какие-то элементы брейк-данса, какие-то модерны. Что-то совмещенное будет. В проекте танцевал еще не до конца, поймав равновесие, признается Евгений. Больше всего боялся уронить партнершу. Но все опасные поддержки прошли на ура. Его выступления тогда посмотрели 60 миллионов телезрителей. В мечтах аудитория была гораздо скромнее. Второй Г и второй Б он мотивирует на успех в творческих начинаниях. Когда на сцене такой оратор, трудно удержаться от эксперимента. Прямо в школьной форме дети поднимаются на сцену и выстраиваются на мастер-класс. Первым в бой рвется 8-летний Платон. Дома, говорит, регулярно пробовал стоять на голове. Но не получалось. Профессионал помог мальчику сделать это уверенно. Я 4 года уже хочу пойти на танцы. Но мне бабушка обещала в этом году, после Нового года, если я закончу хорошо вторую четверть, у меня 62 пятерки. Бабушка что-то забыла, наверное, про это. Я поняла, надо добиваться своей мечты, идти до конца. Даже если пройдет много-много лет, у меня все равно это получится. После шоу дуэт Смирновых стремится к новой мечте – инклюзивной школе танцев, где вместе с обычными детьми могли бы тренироваться и танцоры с ограниченными возможностями здоровья. Несколько таких мастер-классов уже состоялись, и результат превзошел ожидания. Просто нужно переступить себя. Когда они видят, например, меня, вот такой ребенок, он видит меня, что я начинаю делать. Он пытается меня догнать. В любом случае, он понимает, что он такой же, как я, а что я не смогу, что ли. Научить всегда можно, главное, чтобы у них желание было. Первая такая школа появится в Краснодаре. Сейчас Смирновы подыскивают для нее помещение. Городские власти обещали содействие в этом вопросе. Наталья Ястребова, Никита Пустотин и Наталья Пилипко, телекомпания «Краснодар». Такую эту неделю увидела наша информационная служба. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе событий первыми. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова